Вернемся к теме люков и дождеприемников. Накануне Сергей Глинских вместе с сотрудниками ГИБДД замерили их глубину на тех участках, которые мы освещали в рамках города дорог. Сначала контролирующая группа отправилась на только отремонтированную магистраль перекресток Меликорамова и Югорской. И там они застали подрядчиков, которые поднимали дождеприемник на один уровень с асфальтом. Госавтоинспекторы замерили люк, который находится прямо посреди проезжей части. Выяснилось, что он не соответствует ГОСТу. И об этом составлен соответствующий акт. Следующим пунктом группы стала улица Энгельса. Улица Энгельса характерна тем, что там расположено 6 дождеприемников прямо вдоль улицы Энгельса. И как минимум 3 из них, как оказалось, не соответствуют тоже нормам. И там проблема в том, что вот прямо по всей улице эти дождеприемники расположены. И автомобилям приходится смещаться, ну практически залезать на соседнюю полосу для того, чтобы не попадать колесами по вот этим вот ямам. В завершении небольшого рейда общественник и ГИБДД побывали на улице Бахилова. Эта магистраль была самой первой героиней проекта. Напомню, недавно администрация сообщила, что колейность, которую мы зафиксировали на этой дороге, будет устранена за счет подрядчика, поскольку попала под гарантию. Однако же власти отметили, что не вправе требовать с дорожников поднятия на один уровень с асфальтом, люков и дождеприемников, поскольку этот пункт не был прописан в договоре с организацией. Впрочем, ГОСТ Р-505-97-93 должен быть соблюден, несмотря ни на что. И уже сегодня есть результаты, проведенные накануне работы. Сергей Глинских поблагодарил сотрудников Сургутской госавтоинспекции и ее руководителей за помощь в участии в городе дорог. И сегодня, буквально вчера мы с ГИБДД ездили на улицу Бахилова. Но это такая моя боль, потому что у тебя каждый день по ней езжу, три года. И сегодня я увидел, что бригада тоже устраняет дефект и поднимает дождеприемники. Также скоро будет исправлен похожий дефект на перекрестке проспекта Мира и улицы Пушкина. Во время съемки сюжета в рамках города дорог мы обнаружили на этом участке колею глубиной 2,5 сантиметра. Колодец проваленный на 5 сантиметров и отверстие в асфальте. Выяснилось, что эти керны берут для того, чтобы исследовать смесь на соответствие ГОСТам. Только вот заделывать дыры, которые остаются от этого процесса, должны сразу же. На перекрестке Мира и Пушкина эту работу не сделали. Администрация города согласилась с претензиями на этот счет. Сегодня отверстия уже заасфальтированы. Также до должного уровня будет поднят и колодец. Про колейность, правда, в ответе властей ничего не сказано.